Успешный красавец-актер, звезда сериала «Триггер» Максим Матвеев уже больше 11 лет счастлив в браке с продолжательницей знаменитой творческой династии Лизой Боярской. Супруги воспитывают двух сыновей. Их называют одной из самых красивых и крепких семейных пар в отечественном шоу-бизнесе. Но не все поклонники знают, что до Елизаветы у Максима уже был за плечами один брак. В актерской среде служебные романы случаются довольно часто. Так произошло и с Максимом, причем дважды. Первый раз он женился на партнерше по сцене, а актрисе Яне Сексте. Они играли в одном спектакле. Возникли чувства, они поженились, но через год расстались. Оба после этого испытывали угрызение совести и депрессию. Макс вспоминает ту ситуацию как сложную, почти что адскую. А в 2009 году на съемках фильма «Не скажу» у него закрутился роман с Елизаветой Боярской. Оба понимали, что не могут жить друг без друга. Лиза говорила, что словно получила ожог от доброты, интеллигентности и красоты Макса. Но она позволила себе близкие отношения с ним только после того, как Матвеев развелся окончательно с Яной. В 2012 году у Максима и Елизаветы родился первенец Андрей. Через 6 лет появился на свет их второй сынок Гриша. Яна Сексте тоже удачно вышла замуж, родила дочь и сейчас бывшие супруги даже дружат с семьями. Вместе они занимаются благотворительностью. Актеры их фонда «Доктор Клоун» выступают перед больными детками в клиниках. С 2006 года Максим играл на сцене театра имени Чехова. Но когда появилась семья, ему приходилось буквально разрываться между Питером, где оставались Лиза с сыном, и Москвой, где была работа. Каждый раз, уезжая в столицу, он думал, ну зачем я это делаю, ведь обещал сыну вместе построить дом, и он ждет. После того, как родился второй ребенок, Матвеев ушел из театра. Потому что семья для него превыше всего. Живут супруги с детьми в Питере. Старший Андрей сейчас учится в третьем классе и обожает математику. Маленькому Грише в декабре исполнится три годика. Андрею совсем не нравится мир кино и театра. А вот Гриша растет по-настоящему творческим малышом и обязательно продолжит актерскую династию боярских Матвеевых. Кстати, судя по последней фотографии, которую Матвеев добавил в своем инстаграме, его сыновья очень похожи на него в детстве. А как вы считаете, пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Если вам оно понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!